Было хоть раз мысль уйти, типа, из Амкала? Да, такие мысли, конечно, были. Я даже, на самом деле, ну, пошел к психологу. Никаких пустолов, только все правда и чистые правды. Это канал, где говорят правду. Это канал, где говорят правду. Привет, это Егор. Да, победа Амкала над Динамо, конечно, была знаковой. Но ее важно переварить так, чтобы не обосраться. Чтобы не обосраться. Чтобы не обосраться. Чтобы не было этой эйфории, Мэл. Да, теперь мы самые крутые, мы можем обыгрывать команду ФНЛ-2 и даже просто ФНЛ. Нет, нет, нет. Не нужно этого делать. Хотя бы потому, что то Динамо было отнюдь не той командой. Менка. Можно в очередной раз сказать, ну, да, классные голы забили Витя Блатов и Леха Гасилин. И даже похвалить Сеню. Вообще Сеню лишний раз хвалить не надо. Но вот в играх с молодежкой ЦСКА и Динамо он реально показывал лучший футбол. Вот. И поэтому имеет право говорить, что захочет. Во-первых, мы сильные? Да. Вопросы? Вопросы. Какие к нам вопросы могут быть? Просто дайте нам молодежку Спартака. Во-первых. Можно также респектнуть Иванычу, потому что какими бы ни были проблемы, как бы ему не тяжело было работать с блогерами, сейчас он построил более-менее профессиональную команду. И тоже может быть доволен собой. Счет на табло. 0 в графе пропущенных, 3 забитых. Что бы ты дальше хотел с кем сыграть из таких клубов? Пусть предлагает все равно. Все равно. Но я не знаю, может, есть такая там Зенит, Спартак. Не, ну, со всеми, пожалуйста. Мы не против сыграть со всеми. И Зенит, и Спартак, ЦСКА. Любая команда там премьер-лиги, первого дивизиона. Ну и да, можно порадоваться за Герман. А, кстати, интересно, когда он создавал Амкалы, когда Армарой забивал первый мяч, думал ли вот этот мальчик Эль Классика о том, что когда-то ему придется чуть ли не извиняться перед Динамо за то, что его Амкал обыграл эту команду? Здравствуй, щелчок. Вопрос о недонастрое. Конечно. Как они так недонастроились? Смотри, вдолгу, если бы мы играли с ними 10 матчей из 10, я тебя уверяю, что не было бы такого результата. Так же, как и с ЦСКА, не было бы, ну, то есть, вот там мы вообще отскакивали невероятно. И это просто вот этот момент о том, что, а, ну, блогеры, и вот этот момент как раз щелчок о том, что нужно, правильно Карен говорит, что это щелчок по носу о том, что, ну, типа, надо настраиваться на все команды. Ну, в принципе, о силе этих игроков и вообще об Амкале мы все знали давно, и поэтому Динамо здесь не должна менять общего представления о команде. Куда важнее выделить какую-то личность, которой пришлось преодолеть и хейт, и нелюбовь части команды, и которая с этим давлением справилась. И такой человек есть. Вот у себя в Телеграме, на который я советую всем подписываться, я провел опрос, кого вы считаете лучшим игроком Амкала первой четверти этого года. Победа Маврина, она логична и понятна. Да, конечно, Маврин сейчас топ, его все любят, он техничный, он забивает, он отдает. Вот, он молодец. Но второе место Олега Дрожука, вот что должно реально удивлять. Хотя, чего удивлять, он же в этом матче реально получил капитанскую повязку от Сипскана. Могли бы вы себе такое представить раньше, чтобы капитанская повязка досталась Олегу? Ну, ощущения такие, я всегда как бы мечтал, в любой команде, в которой ты был, я мечтал быть капитаном, но особо тренер, ну, во всех взрослых командах я там молодой был, когда играл по молодости, конечно, мне не давали капитанскую атаку, но сегодня так поджимало, приятно. Ну, как бы такие приятные еще, конечно, капитанские. Федос говорит, что еще полгода назад Олег был бабой, но это не так, наоборот, в смысле так? У него была вагина, я видел. Возможно, и поэтому у Олега был конфликт с частью команды, например, он чуть ли не хотел подраться с чужим и зарубался с Феликсом, и вообще к его футбольным способностям относились, ну, с таким небольшим скепсисом. Ну, у тебя же было, по-моему, что ты чуть ли не встечь уже кому-то хотел, парень человек. Ну, иногда, как бы, такое было, такой момент был. Ну, я говорю, как бы он пройден, и уже, слава богу, сейчас психологически все хорошо. Вообще ему было достаточно тяжело. Олег ведь понимал, что команда его не очень принимает на данный момент. Ну, и публика начинает хейтить. Сейчас такое ощущение, что вот тебя там много критиковали, там, постоянно там. Ну, была такая, да, как будто небольшая травля в какой-то момент. Ну, не то, чтобы травля, просто у зрителей, наверное, ожидания были, ожиданий какие-то было много. Что, как я сыграл, допустим, на МКС, когда я там выделялся, и все ждали такой какой-то игры, но она не получалась у меня, потому что все-таки там я брал на себя мяч и делал все, что хотел. А здесь все-таки, ну, я человек футбольный, я понимаю, что есть с кем играть. Я буду играть с кем-то через пас, буду меньше на себя брать. Допустим, ну, у меня много от психологии зависит. Я не получил, но впереди в плане психологии здесь именно раскрыться. Вы там в это время было хоть раз мысль уйти, типа, из Амкала? Да, такие мысли, конечно, были. Я даже, на самом деле, ну, пошел к психологу и обсуждал именно не этот момент, что у меня была мысль уйти, а именно обсуждал тот момент, почему не получается, и почему у психологических тяжело как-то. То есть, тебе прям реально было тяжело в этот момент? Ну, да, мне был какой-то момент прям сильно тяжело. Ну, получилось его проработать и поменять позицию, в принципе, сейчас. Можешь сказать, что ты всем все доказал сейчас и себе тоже? Ворот, всталишь? Ну, я думаю, на протяжении, если я какого-то времени буду так же стабильнее играть, тогда можно 2-3 матча, наверное, так, можно сказать. Еще как будто где-то может фарти по команде. Когда вот я, наверное, сыграю на протяжении нескольких месяцев, тогда уже можно. Было у Олега и недопонимание с Иванычем. Олег считал, что его неправильно используют. Иваныч считал, что Олег неправильно играет. И лишь спустя год они нашли идеальное решение. Какой, Фидос, выиграть Иваныча? Говорили с Олегом, он говорил, что по молодости своей звездной, ну, отыграл иногда центрального защитника. Они перевели Олега в оборону! Ура! И решили попробовать, и, по-моему, первый раз в Казахстане, да? В Казахстане, ну, там, да, вот такой форс-мажорный. Да, форс-мажорная ситуация, поэтому получилось. Ну, и здесь, в принципе, решили, опять же, дать шанс попробовать в Волштаде. Во-первых, у нас нападающих, ну, сейчас достаточно, да, то есть крайних полу-защитников. Практически у нас на каждую позицию по два игрока сейчас. Вот, и практически равноценно. Вот, поэтому, а так как проблема была с центральным защитниками, я Олег когда-то на этой позиции играл, вспомнил, сейчас вообще один из лучших игроков, который есть, наверное. Тебе, Олег, где больше нравится в центре защиты или в атаке? Ну, мне тут понятнее играть, то, что все, ты забрал, отдал, и все. Там впереди сами обижаетесь, мучаетесь, бегите, не бегите. Орите друг на друга. Орите друг на друга, вот в этом плане легче. А тебе, как, где больше нравится, Олег, защите или в атаке? Сейчас не обсуждается, Олег сейчас один из лучших защитников. Отлично. Будем еще стараться прибавлять. И теперь Олег кайфует и строит планы на будущее в Амкале. Ты рад, Федос? Ну, очень. Играть с Олегом – это честь огромная для меня. И он очень… Ну, блин, он хороший в обороне. Я не понимаю, почему он раньше не сказал всем, что он хороший в обороне. Фэл сейчас, как бы, вторая лига сильнее, чем… Ну, молодежная лига, чем ребята до 20 лет. Фэл сильнее сейчас. И надо, наверное, попробовать нам против какой-нибудь команды по Фэл сыграть. Красава. Переванж с Сахалинцем. Возможно, возможно. Ну, с Сахалинцем, не знаю, уже, наверное, тоже, как бы, играл. Игралась игра. Даже против Красавы. Не обязательно, чтобы это тоже было медийной командой. Все, скорлые дела. Может быть, любая вообще какая-то команда попробует свои силы. Да, очень радостно видеть Олега таким довольным. И я считаю, что в данный момент, когда важно не зазвездиться, нужно выделять как раз такие маленькие победы. Когда человек, который не находил себе места в команде, стал ее лидером. Одним из лидеров. Один из лидеров. Ну, одним из лидеров, да. Есть лидеры, есть команда лидер. Вот у нас есть и лидеры, и команда лидер. Вот так-то. Все, это был Егоров. Мы спали с Фидосом. Пока. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Какой? Ой, да. Я ухожу с канала ГИК. Расскажи об этом. Фидос уходит с канала ГИК куда? Теперь все видео с канала ГИК переезжают на канал Фидос, друзья. Мне очень важна и нужна ваша поддержка. Поэтому, пожалуйста, ссылка в описании есть на канал Фидос. Надеюсь, что Димон не забудет ее оставить. Подписывайтесь. Именно там будут выходить и ваши любимые форматы, там слабое звено тоже, и новые форматы будем придумывать. Так что... Ты написал, уже ролик записал для нечего, меня. Извини. Канал Фидос. Канал Фидос.